Девушки отдыхают Девушки отдыхают Линейка Валера расширилась мастер-пеной для раскоксовки двигателя Выкручиваете свечи, заполняете камеру сгорания пеной И в отличие от жидких раскоксовок Пена расширяется и очищает не только поршень Но и верхнюю часть камеры сгорания Состав растворяет и размягчает отложения кокса и лаки Возвращая двигателю компрессию и адекватный расход масла Да и много что можно чистить Мастер-пена Валера круче, чем жидкие раскоксовки Доброе утро, господа, и хочется верить дамам Доброе утро Я бы сказал, прекрасное детройтское утро Та духотища, которая нас преследовала в Чикаго И вчерашним вечером в Детройте она подспала Сейчас на улице градусов 30 Не так душно Воздух стал посуше В общем, все замечательно Мы прекрасно выспались Если бы не долбанные строители Которые решили отбойными молотками Тут что-то на парковке попеределывать Наверное, прохрючили бы еще дольше Сейчас у нас почти пол придет В общем, все прекрасно, все замечательно И сейчас мы поедем в два места в Детройте Которые посвящены Форду И вот чем нас после Лос-Анджелеса порадовал Детройт Это отсутствием пробок И возможностью очень быстро добраться до нужной точки Поездка от Саутгейт до первой фабрики Генри Форда Заняла всего 20 минут И вскоре мы оказались в довольно мрачном райончике В котором и находится Форд Викет Плант Этот музей находится в здании Самого первого завода Форда Откуда все началось Само здание, конечно, харизматичное Но внутри, насколько я знаю Выставка именно самых-самых первых Фордов Форд Модел А, Форд Модел Т Я о них вам сейчас сходу, естественно, ничего особо не расскажу Поэтому давайте просто погуляем по музею А я вам что-нибудь расскажу за кадром Ну а что рассказывать, на экскурсию нам, к сожалению, попасть не удалось Поэтому гуляли самостоятельно Благо народа здесь практически нет Внутри очень симпатично и атмосферно Есть комната, где проектировались и создавались первые машины Схематично показан процесс их создания Но вся именно автоэкспозиция Это три этажа самых ранних Форд Модел А, Модел Т Их производных в разных видах и степенях реставрации Ну, разве что еще несколько конкурентов Да внезапно затесавшийся сюда Форд Джити предпоследнего поколения Мы совершенно не являемся фанатами такой старины Пересказывать Википедию тоже неохота Поэтому пока мы гуляем по музею Вот вам буквально несколько забавных фактов о Форд Которые не лежат на поверхности Знаменитая фраза Генри Форда «Вы можете заказать авто любого цвета, если он черный» Верна лишь отчасти Черными Модел Т были 12 и 17 лет производства В оставшиеся пять машины могли быть окрашены в бордовый, ярко-красный, темно-синий, коричневый или серый Так почему же именно черный? Использовалась технология лакирования, сокращавшая время высыхания краски Но этот лак работал только с черным пигментом Почему в Америке левый руль? Потому что первое массовое авто Форд Модел Ти был леворульным При том, что большинство машин того времени были с рулем справа Легенда гласит, что Клара Форд сказала мужу, мол, так удобней, пусть пассажир выходит на тротуар Не факт, что так оно и было, но возможно все Поскольку Клара имела достаточно сильное влияние на Генри, да и сама была автолюбительницей Правда вот ездила она не на Форде, а на роскошном электромобиле Detroit Electric 1914 года Как к этому относился Генри, история умалчивает Ну и напоследок, слыхали ли вы о газете Dearborn Independent? Нет? А в 20-е годы 20-го века она была второй по популярности в США, уступая только New York Post А причина проста Чтобы продвигать свои политические взгляды, Генри Форд обязал дилеров продавать Model T только вместе с подпиской на эту газету Вот такие дела Мы же тем временем погуляли по музею Отскольки немного позанимались ерундой Та-дам! Закрывай Саня лайк и босс, он за руль садиться не хочет, он хочет, чтобы его возили Ну и вышли обратно на улицу вот такой вот господа отличный вот такой вот господа музей в самом первом заводе форда слушайте ну такое себе блин да мы не являемся большими фанатами именно настолько глубокой автоистории там начала двадцатого века ну походили ну посмотри само здание прикольно она конечно харизматичного какое ведро тут едет прикольно вот само здание конечно харизматичное прикольное но в целом ну такое но у нас сегодня в любом случае день форда поэтому мы сматываем удочки едем в музей генри форда не знаю что мы там увидим на что-нибудь увидим слегка поплутав детройтских улицах мы таки добрались до более известного и крупного музея генри форда как я понимаю музей генри форда это не музей от целый комплекс парком с какими-то развлечениями и еще со всякой ерундой чем сейчас будем разбираться что это такое идут на стане решили разделиться потому что это очень дорогой музей здесь каждый вздох каждый пук стоит денег то есть он состоит из нескольких частей музеи автомобильных инноваций в которые я иду туда вход стоит на человека 24 доллара вот грин гринвич по моему вы ледж это такая старинная деревень каяк ну псевдо старинная туда тоже вход стоит отдельных денег еще что-то туда тоже вход стоит отдельных денег поэтому я решил что я пойду в музей автомобильных инноваций сашка рвану тут рядом какой-то холл фэйм зал славы автомобильный вот сашка отправился туда но сейчас я пройду здесь а дальше мы решим стоит ли платить второй раз за этот самый холл фэйм в общем господа я сейчас переключусь опять режим супер на блогера только на этот раз на нормальную камеру потому что здесь слава богу достаточно места и мы с вами пройдемся и посмотрим этот музей моими глазами я понятия не имею что я здесь и вижу я вижу только кажется президентские автомобили еще какие-то автомобили и какое-то старье в общем пойдемте смотреть начинается у нас все с очередного разобранного модул т развлекательный зал математика мир цифр и то что за ними вот тут уже что-то поинтереснее начинается различная сельскохозяйственная техника древних лет и даже до вполне себе современной образцы игрушечных домиков камины как я понимаю здесь продолжаются всякие разные трактора комбайны сосиска на колесах какая-то ездящая сосиска нифига себе вот на такой фигне я бы хотел разок проехаться паровой трактор блин вещь не маленьких размеров ну это все какая-то фигня короче интересно какая-то мебель старинная тоже какая-то лбу да блин вообще какая-то фигня короче вообще не интересно что я заплатил 24 доллара старые шоу восьмидесятых годов какие-то пока таки ур гоп марли депеша типичная подростковая комната восьмидесятых годов я подозреваю ужасно увлекательно магнитофон о вот компьютер прикольный таких я еще не видел тепл первый я подозреваю вау дека и проигрыватель винила принтер матричный моя подростковая комната выглядела похоже но чуть-чуть по-другому хочу мтв попробуй себя ведущим нефтяная вышка натуральную величину я подозреваю что нефтяная еще одна еще одна еще одна что это вообще такое гигантское короче это какой-то гигантский генератор стоявший на заводе форда который что-то там генерировал это пароходный паровой двигатель вот вы двигатели еще одни так герои неба ну ладно тут хотя бы самолета это у нас самолеты северо-восточных авиалиний опять же в натуральную величину ходить по нему нельзя в отличие от музея зенцхайма или в шпайре да тут не так просто это будет подснять ну в общем различные старинные самолета самолет братьев райд не очень-то удобно не было летать но тем не менее они были первыми летаем над ярмаркой чувак вывалился из самолета о я кажется машины вижу наконец-то в общем нафиг все это лабуду пойдемте к машинам driving america там президентские машины стоят к ним попозже подойдем первое поколение самоуправляемый тестовый автомобиль general motors ну и кодиллака льдорадо стоит стадебекер чемпион старлайт здесь у нас то как передвигались когда-то дилижансы и прочие штуки здесь у нас стоит charlie belr кабриолет и такая небольшая реклама макдональдса 1865 год ропер на правом двигателе квадрицикл форда 1896 год ну и поехали здесь всякое разное старье вот смобиле локомобиль машина томаса флайера холсман я иду на ходу читаю ford model n чувак жующий шоколадку ford model t chrysler sx coach фордовский двигатель в 8 тот самый легендарный с которого начались гонки можно сказать в какой-то мере уличные я имею ввиду виллес такой фордец за ним стоит жук у нас был эр я подозреваю да не написано но это белый эр и карвей внезапно тойота корона стоит mercury cougar chrysler newport dodge omnia explorer рам аккорд внезапно и приус первого поколения прекрасно с этой стороны у нас блок в 8 двигатель x8 экспериментальный 25 года сам ford в 8 кабриолет тот самый на котором гоняли всякие гангстеры и прочие ребята ford model a ну и здесь я подозреваю все примерно то же что мы видели в музее ford ну да model t model s model b и model a еще один в этом ряду у нас ах да 2010 год эдисон 2 концепт он должен был проехать больше ста миль на галлоне и при этом чтобы в нем было четыре пассажира в общем у него получилось до сотни разгонялся за 14 секунд максималка около 160 на одном банке на одном баке топлива около 600 миль проезжал почти 1000 километров ухты а это прототип мустанга судя по всему интересно да первый mustang 62 год mustang 1 roadster вот на этом mustang roadster практиковались именно в дизайне из него я подозреваю получился ford gt-40 в конце концов вот это уже по крайней мере прикольно здесь у нас моделька все этих разных прототипов ну вот здесь у нас пошла автоспортивная уже история здесь уже поинтереснее машина тревера бэйна 2011 года ford fusion как я понимаю победитель чего-то там исходя из того что он весь засыпан наклейками их обычно имя обычно посыпают победителей лотос ford 65-ый год выиграл индианаполис пятьсот шестьдесят пятом году ford sweep takes locomotive out 16 первый американский победитель первой великой американский американский гонки кубок вандербилта ford 999 был создан для гонок по овалам я сейчас иду реально вместе с вами обычно я пробегаю заранее чтобы вам что-то более-менее вменяемое рассказывать сейчас к сожалению времени нету месковский 1960 год под капотом великий американский гоночный двигатель двигатель офи турбовые двигатели мотора который установлен в этой машине развивали до 1000 лошадиных сил miller ford опять же для гонок по овалам инди пятьсот тридцать пятый год ну и восемьдесят четвертого года марч 84 сик осворд это тоже наскар ой это тоже инди кар но это как я понимаю рекордный автомобиль для каких-нибудь рекордов скорости на каких-нибудь целинных озерах шестьдесят пятого года держал рекорд скорости на земле больше чем двадцать пять лет рекорд держался шестьдесят пятого по девяносто первый год виллис дрэк рейсинг нет ничего вот это ford gt-40 гоночный и кстати весьма похоже что это оригинальная машина ford mark 4 ну и уже современный ford gt шестнадцатого года триумфальное возвращение ну да я думаю вы в курсе что он в лимане победил тут у нас тандерберт пятьдесят шестого года очередной модалти господи сколько их и по карт модель f ух там какие паровоза оттуда сходить на этом мы насмотрелись в чикаго кемпера да корвет пятьдесят пятый год рядом с ним десота фаерфлайт а здесь у нас пошли паровозы начиная от самых-самых-самых маленьких самых первых таких когда-то люди ездили заканчивая вот такими вот гигантами даже в камеру не помещается когда-то люди вот в таких дилижансиках по железной дороге ездили это был паровоз для расчистки от снега я подозреваю железных дорог надпись пожалуйста не забирайтесь двадцать третий год еще немножко паровозов грузовой вагон ну и в общем ничего такого особо интересного честно говоря я не вижу еще немножко машин бюзенберги естественно куда же без них бугатти тайп сорок один рояля вот это я уже понимаю это по-взрослому это корт наверняка да корт восемьсот двенадцать настолько своеобразные машины узнаются просто вот сразу же с первого взгляда линкольн зефир 1908 год Стивенс дария модель ю лимузин внезапно еще один аккорд а рядом вот такая вот забавная скрипс бут рокет кросли хоршот господи я даже таких производителей то не знаю федерал сорок пять м ну это я подозреваю тоже дом на колесах очередной fmc ну да мотор хоум ну да это действительно это не дом на колесах это скорее мотор хоум то есть автобус для гоночной команды там сзади он места под запчасти и так далее электрический грузовик 1900 года между прочим форт си 700 это тоже что-то электрическое автобус рапид разгонялся до 15 миль в час в 1906 году школьный автобус 1927 года бьюк ля саль я подозреваю здесь написано просто ля саль и дела к ля саль да простите это салситейшн хард топ блин обалдеть такие названия я вообще вообще не знаю что это такер сорок восьмой красивый с тремя фарами все дела пара трамвайчиков и детская железная дорога нет я до туда дойду тоже люблю это дело тут вам педрезинка маленькая поезда ходят и все такое прочее нотоцикл хонда нью-йоркское желтое такси чекер марафон это я подозреваю автомобиль заправщик корнелл либерти сейфити кар это автомобиль который был создан для того чтобы быть максимально безопасным интересно очень расположение кресел панорамная лобовая с четырьмя дворниками с пятью дворниками вот так видели безопасность в 57 году дальше идет выставка транспортных средств президентов соединенных штатов на этом передвигался теги рузвельт на этом у нас ездил франклин делано рузвельт это дуайт эйзенхауэра машина линкольн 50-го года какая-нибудь из них наверняка будет машиной кеннеди блин это она и есть автомобиль кеннеди линкольн 61-го года это у нас рейгана машина я подозреваю да совершенно верно это машина рональда рейгана и собственно все вот вам мальчики и девочки и весь музей американской инновации честно я разочарован 24 доллара плюс 6 за парковку ну если вы не ходили ни по каким другим музеям то наверное вас это впечатлит честно площади огромный а чего-то такого от чего я бы сказал ухты к сожалению я так и не увидел ну тем не менее надеюсь вам из этого хоть что-нибудь было интересно сейчас пойду на выход и узнаю что же там в автомобильном зале славы что там саня насмотрел что я вам хочу сказать господа мы правильно сделали что разделились потому что как говаривал один небезызвестный мемный персонаж из мемного ролика на ютюбе что то что другое и это обе такие ну короче вы поняли короче я в музей сделал пять фотографий да сашка пошел в музей hall of fame давай в двух словах расскажи что это такое ну это музей знаменитостей связанных с генри фордом и наверное даже с американской культурой потому что ну там собрано все и ничто то есть как бы ко мне подошла тетка она провела меня она мне сделала за 10 баксов мы провели экскурсию да экскурсию сделали но о чем она я тщетно пытался то английский был настолько плохо да наверное это так что я не понял суть всей экскурсии то есть обо всем по чуть-чуть ну и вот это у нас было и вот это у нас не было и о дорогах и о машинах и вот мы еще в электрических машинах а еще мы в пежо а еще мы в хонде а еще мы в мерседесе а еще ты знаешь почему тойода была ну потому что его звали тойода я знаю я же был в музее тойота и я отсюда мальчик ахахаха короче и вот это тоже понятно тут рассказано и причем здесь форд и ну короче блин вот да у меня с моей стороны я тоже разочарован честно это больше это как ну как развлекательный музей для какого-то семейного проведения времени короче если надоело ездить по выходным в макдональдс и в церковь да то ездят в церковь и в музей да ну потому что ну реально я тоже вот прошелся честно блин ну я не знаю короче мне вот вообще мне искренне жалко 24 долларов отданных за это у меня не было никакой экскурсии я ходил сам он огромный и он меня не впечатлил вообще сани тоже я подозреваю жалко его 10 долларов короче господа если вам совсем нехрен делать и вы оказались в Детройте ну сходите а так ну его нафиг короче кто куда а мы сейчас попробуем найти какой-нибудь пляж на берегу озера Мичиган и поедем туда полежим отдохнем добрый вечер господа вау ты сказал это первым добрый вечер мальчики и девочки господа и хочется верить дама в этот раз очень все кратко потому что у нас на камере осталось записи на 8 минут точнее аккумулятора переставлять мне его лень на самом деле там тает лед между между нами между нами Валера вискорей поэтому нам надо скорее это все закончить чтобы начать все хорошо языком чесать короче сегодняшний день был полным расстройством честно если музей при фабрике ну конечно ты поспал тебе хорошо музей при фабрике ну при первой фабрике форда ну он еще нормальный то есть это по крайней мере объяснимо да то что там автомобили какие-то стоит пускай это одни Model A и Model T не важно в любом случае даже здание интересно да и здание само кайфовое старое и красивое да это прикольно музей Генри Форда ну я уже это сказал во влоговой части повторюсь еще раз если вы никогда не были в технических музеях ну сходите 24 доллара мне честно очень жалко и 6 за парковку за которую нас даже не спросили да блин то есть ты приходишь тебе говорят вы машину запарковали говоришь да давайте 6 долларов и у тебя их даже никто не проверяет мать твою это конечно было обидно еще санина десятка как раз вот у нас и набежало 40 долларов ни о чем ну блин в любом случае вот взять тот же музей из инсхайма уже многократно мной упомянуты в течение сегодняшнего дня там ты получаешь удовольствие там это прям круто а здесь ничего за что взгляд бы зацепился то есть каких-то необычных машин ну кроме вот прототипа мустанга никаких необычных машин вот ну я никаких эмоций не получил честно от посещения этого музея но здесь у нас все рядом слава богу да это это круто мы в детройте первый раз вбивая навигацию 15 минут туда 15-20 18-20 ведут до точки это просто как бальзам после Лос-Анджелеса где полтора часа полтора часа едешь в одну сторону блин да 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 это спасибо Саше за то что он так удачно у него квартира с полом Саня большое тебе спасибо реально круто мы это наверное самое светлое место в городе для меня короче сегодняшний день у нас закончился завтрашний день у нас мы с утра я надеюсь попадем в рауш надеюсь это будет радостным для нас событием это контора которая тюнит мустанги если ты не знал твоя любимая и после этого мы резко стартуем в 500-километровый маршрут до Индианаполиса штат Индиана где находится музей Индикара а также легендарная старая кирпичница Инди 500 и тюрьма в которой сидел Джон Диллиджер вот об этом я не знал внезапно это не по сценарию было ну и хорошо огромное спасибо Саша огромное спасибо Валере огромное спасибо компании ВМП авто за то что у нас есть такая потрясающая возможность путешествовать по Америке пожить вот в доме американском ну это круто на самом деле это прикольно это наверное самое приятное место наверное после Вегаса все таки наверное в Вегасе был безумно крутой отель но здесь тоже офигенский вот тихо спокойно и и по кайфу и самое прекрасное это это то что мы можем сами себе приготовить покушать было сегодня крайне приятно ходить по магазину и покупать нормальную еду купить которую можно приготовить и поесть разогреть покушать супчики даже поели сегодня второй раз за всю поездку саны и бургеры мы ненавидим фастфуд уже просто короче вот такие пироги у нас господа спасибо вам что смотрите надеюсь что смотрите собственно подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте адекватные комментарии и вся прочая пруга которую несут профессиональные блогеры все господа мы собираем манатки и завтра утром заскакиваем в рауш и стартуем в индианаполис пока до свидания в следующей серии дримроуд сша мы окончательно разочаруемся в детройте и покинем его отправившись на старую кирпичницу индианаполис и вот там нам внезапно очень повезет с экскурсией не переключайтесь до конца до конца до конца а до конца сими как